Совет по инвестиционному климату У строителей, у инициаторов проекта, вернее, есть собственности земельные участки, это порядка 140 гектар, которые позволят возвести больше 1,2 млн квадратных метров жилья. Стоимость проекта это почти 700 млн рублей, 156 рабочих мест, средняя зарплата более 32 тысяч рублей будет создано. Ну и сроки реализации проекта, это мы сейчас уже после представления земельного участка, это проектировано, то есть с текущего года до 2022 года. Объемно-блочная технология позволяет не только ускорить процесс возведения жилья, но и существенно снизить его себестоимость. То есть цена реализации, допустим, минимальная будет где-то на уровне 30 тысяч для нуждающихся в улучшении жилищных условий или для тех, кто хочет приобрести жилье. Рассчитывали 30 или 35, вот об этих пределах. Хорошо. Второй проект – расширение действующего производства стальных дверей. Строительство нового завода на территории индустриального парка позволит увеличить и объемы выпуска и географию поставок. У компании хороший экспортный потенциал. Уже сейчас она работает с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общая стоимость проекта – 125 миллионов рублей и 50 рабочих мест в перспективе. Сегодня же на инвестсовете правительство республики подписало соглашение с Сбербанком о совместном продвижении бесплатной онлайн-площадки для поиска зарубежных партнеров. Предприниматели смогут размещать здесь информацию о себе и своем товаре, знакомиться с предложениями поставщиков, получать бесплатные консультации по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности. С 2014 года в столицу Чувашии действует программа развития транспортной системы города Чебоксары. В ее рамках ремонтируют проезды и тротуары во дворах. В 2018 году на эти цели выделили 37 миллионов рублей. Всего в план работы на 2018 год включен ремонт 65 дворовых территорий на общей площади по проездам 33 тысячи квадратных метров, по тротуарам 4,5 тысячи квадратных метров. В список вошли 20 адресов Калининского района, столько же в Московском и 25 в Ленинском. Сейчас работы завершены. Алексей Ладыков дал поручение не затягивать с проведением аукционов на работы в следующем году. На 2019 год бюджет будет утвержден в декабре месяца текущего года. Будет понятна сумма, выделенная на ремонт дворовых территорий. Поэтому в январе, максимум в феврале, нужно будет перечень дворовых территорий на 2019 год совместно с жителями, совместно с депутатами утвердить и провести конкурсные процедуры. Это позволит приступить к работам уже в мае и завершить их к августу. С ветерком по новой дороге. Валерий Романов, староста деревни Хормалы и Бресенского района, долго бился, чтобы на главной улице появилось твердое покрытие, по которому с комфортом могут ездить автомобили. Строить дорогу начали еще в 2015 году, но дальше проекта дело не пошло. И только в этом году все сдвинулось с мертвой точки. Чтобы построить один километр дороги, из местного бюджета выделили более 2,5 миллионов рублей. В нашей деревне покрыли на улице Николаева дорогу, щепневые покрытия делали, очень хорошая дорога для легковых машин, для транспорта. Сделали дорогу еще для людей. Дорожка хорошая и мостик здесь сделали, вода по краям все текла. Теперь очень хорошо у нас здесь вода течет, куда надо, по руслу уходит. Дорога с твердым покрытием появилась и в соседних деревнях Хом-Яндабы и Андрюшево, Хармалинского сельского поселения. Правда, построили их уже в рамках реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На общем собрании жители приняли решение, что дорога с твердым покрытием очень нужна, особенно в межсезонье, когда по деревне ни проехать, ни пройти. В марте начали собирать деньги. По проекту инициативного бюджетирования от населения собирали 40%, это по 5000 рублей с каждого двора и 60% республиканского бюджетирования. На этой дороге длиной 430-450 метров. В следующем году и на другой улице планируем такую же дорогу. Вообще в 2018 году уже 12 поселений района реализовали свои проекты. Отметим, что всего в инициативном бюджетировании участвуют 217 сельских и городских поселений всех муниципальных районов республики. Лидерами по количеству реализуемых проектов являются Маргаушский, Красночитайский, Канажский, Урмарский и Чебоксарский районы. Галина Титарчук, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. В едином строю техникумы колледжей и вузы региона. В Чебоксарах прошел грандиозный парад российского студенчества. Очень радует, что педагогические профессии выбирают сегодня молодые наши граждане. Мы на первый курс приняли по всем форумам обучения 1300 студентов. Из них по очной форме почти 800. Это говорит о том, что педагогическая профессия нужна. Вчерашние школьники, а в будущем филологи, агрономы, врачи, преподаватели, инженеры и не только. Под флагами своих альмаматора по площади республики прошли более 3000 человек. Вузы Чувашии приезжают обучаться и студенты из-за рубежа. На врача поступила, на медицину. Вообще, нехорошего образования будет у нас, надеюсь. Искоренная улыбка должна быть? Конечно. В этом году в заведениях высшего и среднего профессионального образования республики приступили к учебе свыше 15 тысяч человек. Вы строите будущие Чувашские республики. В ваших надежных руках учебные заведения, где вы учитесь. А так могу я доложить, в этом году 67 тысяч студентов высшего профессионального образования и среднего профессионального образования. Из них каждый четвертый студент – первокурсник. Вы люди креативные, целеустремленные, энергичные, талантливые. Рядом с участниками парада те, кто уже не студент, вспоминали о своем первом курсе. Очень хорошо помню, во-первых, яркие лица, яркие люди. Я поняла, что у нас очень яркий курс, очень интересные все, поэтому мне очень понравилось. Мы сразу же договорились вместе собраться, пойти куда-то в клуб. То есть мы задружились. Меня избрали старостой. На связи регионы страны по телемосту. От студентов республики танцевальный флешмоб. Привет, Москва! Привет, Москва! Дорогие друзья, мы рады и счастливы сегодня шагать в одном стране со всеми первокурсниками России. Танцы на площади не утихали долго. Заряд бодрости на весь учебный год. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Вилеев. Республика. В Чебоксарском реабилитационном центре для детей открылся автокомплекс. Масштабный проект к движению без ограничений удалось реализовать благодаря фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и другим партнерам. Мы сегодня открываем такой замечательный специализированный автокомплекс. Это городок, который позволит именно детям с ограниченными возможностями, передвигаясь на велосипедах, на каких-то веломобилях, уже будут осваивать правила безопасного поведения на дороге. Именно в условиях, максимально приближенных к реальным условиям. Так у детей появилась модель настоящей городской автодороги. Со всеми машинами, переходами, знаками, светофорами, которые на самом деле действуют. И там и свет зажигается, и машина с мотором, и там все. Нужен, в общем, очень хороший автогородок. Там и пешеходы, и велосипедисты. Очень нужен в плане того, что нашим детям особенно, наверное, нужно вот это все выучить. Для детей с ограниченными возможностями автогородок не просто увлекательно играл в машинки. Здесь они закрепляют так необходимые для безопасности знания правил дорожного движения. Пешеходы учатся не бояться переходить дорогу, а юные водители реагировать на различные ситуации. Я сама как водитель могу сказать, что, конечно, ни у водителей, ни у пешеходов, к сожалению, сейчас нет такой грамотности, да, нет уважения друг к другу. И когда это прививается к детям уже, конечно, это очень важно. И можно надеяться на то, что дорожное движение будет с каждым разом становиться, с каждым днем, с каждым годом становится все лучше и лучше благодаря таким классам, благодаря таким проектам. Тренажеры в автоклассе мало чем отличаются от настоящих автомобилей. А дорога и препятствия в 3D-формате делают картину настолько реалистичной, что чувствуешь себя настоящим водителем. На нейтральном положении, да, как на настоящем автомобиле. Мы должны переключиться. Давай, переключайся. Давай поедем на первую передачу. Заводи зажигание. Все. На первую передачу, Стасик. Вот ты и поехал. Рулишь. Давай, выворачивай, выворачивай, поворачивай. Я сегодня в первый раз была на этом тренажере. И мне очень понравилось. Было все довольно классно, довольно реалистично. В будущем, наверное, я тоже получу права и буду водить машину. Подобные специализированные развивающие площадки уже показали свою эффективность во многих городах страны. В коллегии присяжных заседателей провозглашен вердикт по уголовному делу о разбойном нападении и убийстве жительницы Чебоксар. Женщина пропала в июле прошлого года. Ее тело обнаружили в лесопосадке на окраине города. На скамье подсудимых находилось 4 человека. Из них трое мужчин, а именно уроженцев бывших союзных республик нашего государства в возрасте от 28 до 33 лет. А также 36-летняя жительница города Чебоксары. В суде установлено, что 30 мая 2017 года один из подсудимых познакомился с жительницей города Чебоксары в сети интернет на сайте знакомств. Представился иностранцем, который прибыл в наш город для того, чтобы заниматься бизнесом по продаже автомобилей. В последующем данное лицо встретилось потерпевшей и совместно с иными лицами совершили ее убийство. Следователи установили, что преступники завладели драгоценностями и автомобилем убитой женщины. Имущество было реализовано. А на похищенном автомобиле они уехали в Кировскую область, где в последующем также с помощью иных участников преступной группы реализовали данные автомобили. За преступной группой тянется целый шлейф махинаций. Они продавали взятые в аренду автомобили и проводили эффективные сделки купли-продажи недвижимости. Один из жителей города, попавших на удочку мошенников, лишился денежных средств, полученных по программе «Земский доктор». Ряд членов преступной группы, коллеги присяжных призывал виновным в том, что они совершили два факта мошеннических действий с тремя чабаксарскими квартирами. Один из членов группы также признан виновным в том, что он познакомился с двумя жителями иных городов Российской Федерации. И также представился им лицом, который занимается бизнесом продажи автомобилей. Предложил вести совместный бизнес, вошел к ним в доверие. И в последующем также незаконно завладел их денежными средствами. В ближайшее время в Верховном суде определяют наказание преступникам. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В минувшие выходные легендарная 139-я стрелковая дивизия опять брала высоту под Оржевом. Бои августа 42-го реконструировали участники исторического фестиваля «Волжский рубеж». Этот период войны историки впоследствии назовут «ржевской мясорубкой». По одной из оценок на дуге, которая опоясывает Ржев, протяженностью 250 километров погибло около 400 тысяч советских солдат. Чтобы частично восстановить события одного из самых кровопролитных этапов Великой Отечественной, в Чувашию приехали более 120 участников клубов исторической реконструкции со всей страны. «В атаку! Поднимай людей! Право, слево! Центр прикрыть огнем!» «Тут уже переломный момент, когда инициатива стратегическая перешла к частям Красной Армии. От оборонительных боев мы переходим к наступательным операциям. У нас появился опыт боевой, которого не было в начале войны. Как говорится, немцы были нашими учителями. Плох тот ученик, который не превзойдет своего учителя. И это нам удалось сделать». Даже зная, что все это не по-настоящему, лежать в окопе и видеть направленное на тебя дуло – жутко. Участники говорят, они привыкли. У каждого своя роль, чтобы для зрителей все выглядело максимально реалистично. «Занимаем резервные позиции на господствующей высоте. Ждем финальной атаки немцев, чтобы силой контратаки ее породить». Сложнее всего, пожалуй, тем, знаком сегодня форма вермахта. Однако к своей роли Иван из Нижнего Новгорода и Роберт из Сарова подошли с педантичностью истинных немцев. «Штык-нож, карабину, лопатка складная, фляжка, арама, на ней плащ-палатка, цельбанки, колышки, котелок. Некоторые вещи того времени, некоторые просто новодельные. Сейчас целая индустрия, люди занимаются историей». «Сильный был враг, и мы показываем это именно на уровне и амуниции, и техники, снаряжения. То есть все моменты. Надо до пуговицы все показать правильно. Иначе, ну, как говорится, смысла мало». «Итак, высота взята нашими». «Поздравляю вас с победой! Ура! 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 Ура!» «И, пожалуй, главное отличие реконструкции от реальной жизни. Тот, кто, как в стихотворении Твардовского, убит под Оржевом, под аплодисменты зрителей может поднять голову и посмотреть в мирное небо». Ольга Пырышкина, Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев. Республика. Сегодня в нашу республику привезут святыню из Греции. Деснецу святителя Спиридона Тремифонского доставят в Новочебоксарск этой ночью. Святитель Спиридон родился в конце третьего века на острове Кипр. Он был современником святителя Николая Мерликийского, Николая Чудотворца. И наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тремифонта. Он вошел в историю христианства, доказав на Первом Всеселенском соборе триединую сущность Бога. «Доступ для поклонения будет открыт 19.00 в 6.00 утра. Восемь в божественную литургию. Литургию возглавит глава Чувальской митрополии, владыка Варнава. И в течение дня можно будет поклониться деснице святителя Спиридона. И в ночь в 19.00 на 20.00 полночь тоже божественная литургию будет. И 20.00 утром, 5.00 утра, Великого Святого мы провожаем дальше уже в город Ярославль». С 24.00 по 15.00 октября десница будет представлена для почитания верующими в 12 регионах России. Галина Титарчук, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. В Республике впервые отметили Международный день пятиборья. Этот вид спорта в Чувашии пока только набирает обороты. Недавно была создана региональная федерация. Необходимая инфраструктура для пятиборцев создана в Новочебоксарске. Здесь у нас находится все практически в шаге на основности. Прошли через ручку и уже в фотошколе. Замечательный гергородетический манеж, замечательный 50-метровый бассейн. В сексу пятиборья набраны первые 40 учеников. Ребят уже обучают плавание. В ближайшее время начнутся тренировки по конкуру, фехтованию, стрельбе и бегу. Юным спортсменам есть куда стремиться. Два года назад в стране появился и олимпийский чемпион по пятиборью. В Рио-де-Жанейро золотую медаль завоевал российский спортсмен Александр Лисон. Прошел год со дня организации современных пятиборья. И в самом начале пути мы приняли с руководством решение, что мы будем делать ставку на массовость, на вовлечение именно детей в этот вид спорта. У нас выстраивается работа с Федерацией пятиборья России по вовлечению здесь на территории Чебоксар, Чувашской республики, организации сборов, членов сборной России. Это немаловажно. В этом году в республике планируют провести Кубок России по современному пятиборью. Вадим Пачема, Дмитрий Ковалев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова